РАЗВОД Очевидно, что развод — это процесс. Он не происходит внезапно. Никто, проснувшись в понедельник в шесть утра, не решает вдруг, что ж, сегодня я, пожалуй, разведусь. Такое решение принимается спустя довольно продолжительное время. И так повторю, расторжение отношений — это процесс. Мы проделываем путь от «прилепиться» до «удалиться». Сначала оставляем отца и мать, и прилепляемся к супругу, а потом разрываем супружеские узы. Это опыт, схожий с потерей близкого человека. Одна моя знакомая потеряла мужа, с которым прожила, наверное, 60 лет. Мы ходим в одну общину. Однажды, примерно пять лет после смерти мужа, в холле церкви она отозвала меня в сторонку и попросила уделить ей минутку. Я понял, что ей нужна моя профессиональная помощь, поэтому включил в себе психолога и сказал, «Конечно, давайте поговорим». Женщина сказала, «Друзья твердят мне, что пора отпустить мужа, перестать оплакивать его и держать в себе боль утраты, но у меня не получается». Тогда я сказал, «Когда речь идет о том, с кем ты бок о бок прожил 60 лет, это получится едва ли. А значит, моменты скорби — это нормально. Просто пусть они будут непродолжительными. Пусть для них будет определенное время и место. От привязанности трудно избавиться. Разрыв душевных уз — травмирующий опыт». Давайте обратимся к Библии. Я уже отмечал, что союз супругов похож на слияние фрагментов древесины при изготовлении предметов мебели. Двое становятся единым целым. У них появляется много общих черт. И когда происходит разрыв, раскол, он происходит, образно выражаясь, не вместе с клейки двух частей. Чего-то в вас будет недоставать. Я убежден, что мы находимся под влиянием людей, которые находятся рядом. И чем они вам ближе, тем серьезнее, существеннее это влияние. Кстати говоря, отношения меняют вашу неврологию, нейроанатомию. Знакомство со мной, к счастью или, к сожалению, изменило ваш мозг, ваше сознание. Теперь в нем в буквальном смысле сформировано представление о другом человеке, по мере общения с которым образуются нейронные сети, связанные с восприятием и пониманием этого человека. А теперь представьте, что происходит, когда вы с кем-то проводите очень много времени. Все эти сети постоянно активируются и подкрепляются. Следовательно, ваши друзья, приятели, супруги оказывают огромное влияние на ваше личностное формирование. Поразмышляйте об этом в свете слова апостола Павла, который говорит, что во Христе он стал новым творением. Когда-то я думал, что речь здесь идет о духовных или богословских аспектах. Но теперь понимаю, не только. Мозг Павла тоже изменился. Чем больше времени уверовавший во Христа человек проводит в чтении Писания, в размышлении над своей верой, в предстоянии перед Господом, тем больше Господь его преображает. Так вот, мысль моя такова. Брачные отношения, жизнь с супругом будут непременно вас менять, будут самым существенным образом влиять на вас и на вашу жизнь. Следует также сказать, что в отношения мы вступаем с определенными ожиданиями. Я говорю не столько о завете или соглашении, сколько о том, что каждый супругов ожидает от другого взаимной любви, надеется, что его будут любить так же, как любит он. Если ожидания не оправдываются, мы начинаем злиться, горевать, бояться. И если долгое время ничего не меняется, отдаляемся от супруга, отказываемся от отношений. Итак, нам предстоит работать с людьми, которые находятся на этапе разрыва отношений. И это крайне печально. Первое, что от вас требуется, это вспомнить то, о чем мы говорили на предыдущей лекции, когда один супруг хочет развестись, а другой — нет. Важно четко установить, кто на что настроен, и если звучит ответ «расстаться», надо понимать, что мы имеем дело с состоянием кризиса. В этом случае важно помочь супругам успокоиться. Мы хотели установить истину, мы ее установили. Мы имеем дело с реальностью и помогаем паре преодолеть кризис. Это может означать, что вам придется встречаться дважды в неделю, пока их состояние немного не стабилизируется, и вы не начнете консультирование в той или иной форме. Теперь о ссорах. Ссоры говорят о том, что человек борется за отношения. Гораздо проблематичнее, когда он бросает это делать. Так, если ваши клиенты не ладят друг с другом и ругаются прямо у вас в кабинете, знайте, это более благоприятный прогностический признак, нежели равнодушие и полная отстраненность. В ссорах, конечно, нет ничего хорошего, и наша задача — научить людей выяснять отношения иначе, но это как минимум бессознательный, если несознательный способ остаться вместе, не расстаться, сохранить связь. Когда же супруг уже не спорит и не возражает, значит, он признает разрыв отношений и смиряется с этим. в такой ситуации наша задача — помочь людям выйти из отношений и начать двигаться дальше. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok